Всем привет! Я рада вас приветствовать на своем канале Виолетта Лайф. И кто меня не знает и зашел впервые, меня зовут Виолетта, как вы, наверное, поняли. И живу я с семьей во Франции уже пятый год. Что вам хочу рассказать? Ну, как вы все знаете, на сегодняшний момент, сегодня у нас 2 апреля, и на сегодняшний момент мы живем в режиме карантина, причем это официальный карантин, не просто самоизоляция, а карантин. И все очень строго, я уже сняла таких 2 видео о карантине, и один из них вызвал очень большой резонанс, потому что я в названии написала, что нашли лекарства от коронавируса. Многие не поняли, что за лекарства, начинают писать ерунду, что вы там рассказываете, врете, говорят мне, что никакой вакцины не найдено, ни о какой вакцине речь не идет. Речь идет о лекарстве, которое называется хлорокин. Если я правильно произношу, я вам оставлю внизу, смотрите очень внимательно, потом не пишите мне в комментариях, а где же название лекарства. Я оставляю описание внизу, причем прямо сейчас вам дам ссылку, где вы можете почитать с переводчиком, если умеете читать по-французски, почитайте на французском языке. У нас есть такой доктор, профессор, вернее, Рауль, который использует в лечении именно коронавируса такое лекарство, как хлорокин. Если неправильно произношу, извините, но внизу будет, снова повторюсь, его название и ссылка на статью. Значит, этот доктор на состояние 30 марта, конечно же, уже прошло 3 дня после этого, но на 30 марта есть такие результаты. Я выписала специально, чтобы не быть голословной и не говорить по-моему или что-то там. Значит так, доктор Рауль утверждает, что по состоянию на 30 марта 1291 человек лечатся от коронавируса, принимая эти лекарства в Марселе, в клинике Ля Тимон, и только один из них умер, это женщина 84 лет. Также, что он говорит? Он говорит, что это лекарство нужно принимать с каким-то... У него есть протокол лечения, это не просто так просто взять и принимать это лекарство. И по протоколу лечения это лекарство нужно принимать еще с антибиотиком. И в течение первых 6 дней, если у вас есть симптомы, первые 6 дней он советует принимать это лекарство до того, как поражаются легкие. Когда уже поражены легкие, и вам уже необходимо аппарат искусственного дыхания, то уже, конечно, поздно. Но я не врач, и я не буду утверждать, это так говорит именно доктор Рауль. То, что он здесь, рядышком в Марселе, и все больные, которые у нас заражены коронавирусом, все поступают именно в ЛЯТИМОН, в ЛЯСИОТИ, в госпитале. У меня есть знакомые два врача, которые там работают. Ни одного пациента с таким диагнозом нет, к счастью. Поэтому, не знаю, для меня... Вообще, вы знаете, я вам хочу сказать, есть очень много мнений, есть, особенно в России и в Украине, многие говорят, нету этого вируса, это все придумано, это все надумано. Я не буду утверждать, я не хочу проверять, есть он или нет, а проверить мы как можем, только если мы лично заболеем или кто-то из нашего ближнего окружения, да. Поэтому я не хочу проверять действие этого лекарства, поэтому я с вами делюсь только информацией, которую я слышу. Так как я работаю каждый день, я вообще хотела поговорить немножко о другом. Это так, знаете, просто о том видео, которое вызвало большой резонанс. У меня уже там 14 тысяч просмотров и очень много негативных комментариев. Поэтому я решила сказать это, эту информацию снова посмотреть и сказать вам. По поводу школы. Как вы знаете, у нас школы закрыты. Все учебные заведения, начиная от садиков до университетов, все закрыто. Никто не учится. И дети обучаются на дому. Мы получаем домашнее задание в электронном виде, мы распечатываем. И вот так вот мой ребенок учится. Он у меня, если считать по украинским меркам или по российским, то это третий класс. Значит, мы так учимся. Как вы знаете, учатся дети 4 дня в неделю здесь во Франции. И это понедельник, вторник, среда, выходной, четверг, пятница. Точно так мы получаем уроки. В понедельник мы получаем на первых 2 дня, на понедельник, вторник и потом на четверг и пятницу. В четверг у нас очень часто конференц-связь проводит одна из преподавателей, потому что у них 2 учительницы. Одна в первой половине недели, другая во вторую половину недели преподает. Точно так же и сейчас это все происходит, только уже в режиме интернета. Моему сыну очень нравится, особенно когда конференц-связь, потому что в конференц-связи участвуют ученики, и она переключает, и все друг друга видят. И это очень интересно. Я, может быть, я подсмотрела, немножко подснимала, и я вам покажу немножечко, ну, такой момент, как я подснимала это. Хотя потом получила от сына, пожалуйста, не делай этого. Я, во-первых, стесняюсь, во-вторых, там кто-то тебя увидит. Ну, в общем-то, я прям так со щелочки подсматривала за ним. Так вот, о чем я вообще хотела поговорить? Мы сегодня на работе, мы снова работали с моей подругой. Подруга у меня из Украины тоже, которая живет здесь, во Франции, причем такое же количество времени, как и мы, может быть, на 2 месяца меньше. У них тоже семья украинская, у них, правда, одна только дочка. У меня 2 сына, у нее одна дочь. Ну, и мы вместе работаем в подвольственном магазине. Так вот, я хотела с вами поговорить о такой присущей черте французов. Они очень беспечные, очень умилительные, очень беспечные. Они, может, здесь только на юге Франции, так, но я это замечаю здесь, и я рассказываю о том, что происходит здесь у нас. Так вот, сегодня мы с ней просто снова-таки удивлялись, как они себя ведут. Сейчас в режиме карантина, когда всех людей призывают ходить в перчатках в магазин, редко ходить по надобности, носить маску, обрабатывать руки гелем дезинфицирующим, да? Что они делают? Для меня это является очень большим таким удивлением, поэтому я с вами этим делюсь. Сейчас в режиме вируса, даже если кто не верит в это. Просто, да, когда вы берете деньги в руки, что они делают? Я вам прямо покажу. Облизывают пальцы для того, чтобы взять деньги. Для меня это просто шок. Я работаю в перчатках, у меня все время есть гель дезинфицирующий, поэтому я, когда наберу эти деньги, мне брезгливо, но я потом обрабатываю даже руки в перчатках и потом кладу деньги в кассу. Они что еще могут сделать? Девушка сегодня пришла, приехала на мотоцикле, она, естественно, в перчатках. У нас на мотоцикле даже на маленьком самом скутере нужно ездить в перчатках и в шлеме. Если нет, то штраф. И даже пассажирское сидение, если вы сзади сидите на пассажирском сидении без перчаток, то тоже штраф. Так вот, она взяла в рот свою перчатку, то есть вот так с руки я стянула прям с зубами. Это как брезгливо для меня. И вот она так взяла деньги. Ну почему ты не положишь их, ну куда-нибудь, я не знаю, даже если не хочешь класть их на кассу, ну там, не знаю, в карман себе положи. Но она сделала именно такое движение. И вот это несколько, это не то, что там один какой-то человек, несколько человек, которые сегодня облизывали руки перед тем, как взять деньги. А перед этим ходили по магазину и трогали продукты, полки и так далее. Вот, следующая женщина там ту карточку возьмут в рот. Ну вот это вот, я не знаю, как это правильно назвать, такая неаккуратность. Я не знаю. Ну это для меня это ужасно. Здесь по радио постоянно говорят о том, что вот, я говорю только сейчас о магазине Carrefour. У нас это каждые пять минут повторяют. Опять же, говорят о том, что нужно делать. Нужно мыть руки постоянно, нужно носить маску, нужно чихать в локоть или кашлять, пользоваться одноразовыми салфетками, носовичками, выбрасывать их в ведро. Но говорят такие элементарные вещи. Я не знаю, кому эти вещи не прививали с детства. Наверное, французов не прививают, раз это повторяют постоянно по радио. Ну, для меня это удивительно, что это все время говорят об этом. Это такие логичные вещи для меня, такие элементарные, и поэтому я этого не понимаю. Следующее, это здесь принято решение именно сетью магазинов Carrefour, что они больше не будут покупать, завозить импортированные овощи, фрукты из Испании, из Италии или из каких-то таких стран. Не знаю точно, какие страны, ну, как бы, под табу в этом случае, но они говорят тоже об этом по радио, что покупайте французское, Франция вам может предоставить любые продукты, клубники. Вот на данный момент у нас пошел сезон клубники. У нас такая есть клубничка, называется Gariget. Она такая вкусная, я сегодня купила, я вам покажу немножечко. Я в Lidale была, и на них акция сейчас, на эту клубнику. Евро 88 и 2,50 тоже от сорта зависит. 250 грамм паркетик, она очень вкусная, очень. Мы прям три съели и глазом не моргнули с детьми. Вот. Они говорят о том, что мойте обязательно овощи, фрукты перед употреблением. Это не просто так они говорят, да потому что французы этого не делают. И я, ну, как бы, я же работаю с французами, тоже в коллективе у нас французы, и я спрашиваю, почему у вас по радио это постоянно повторяют, неужели вы не моете овощи и фрукты? Они говорят, ну, нет, теперь да, а раньше нет. Они говорят, ну, без необходимости, там, яблоко купил, съел, или там клубнику, малину и другие ягоды, они вообще не имеют понятия, что их нужно мыть, их нужно есть, они говорят. Иначе они испортятся, если ее помыть. Вот. Вот такие вот понятия у французов о чистоплотности. Ну, для меня это из ряда вон выходящий, поэтому я с вами делюсь этим. Еще у них, это вообще не к теме относится, но еще у них, когда холодает, очень часто по радио можно услышать, снимите балетки и наденьте обувь потеплее. Балетки, ну, понимаете, да, какая обувь, вот даже эти элементарные вещи им говорят по радио. Это, ну, смешно, правда, для нас. Ну, не знаю, по крайней мере, для меня, может, кому-то это не смешно, но мне это смешно. Вот. Что еще? Ну, у нас как все по-прежнему, мы ходим на работу, гуляем только вблизи от дома, никуда не ходим. Обычный ритм жизни, кроме того, что нельзя никуда выезжать и выходить. Пишите свои вопросы, если таковые у вас есть, и на какую тему снять вам видео в следующий раз, потому что мне кажется, что сейчас на YouTube одни темы только коронавирус. Но я хотела еще раз поделиться с вами именно не просто коронавирусом, а тем, какие французы. А еще хочу вам сказать, что французы, они и в обиходе, в домашнем, они тоже неряшливы. Я не говорю, что каждый. Везде, в каждой национальности, мне кажется, есть свои неряхи. Но здесь вот у многих французов я была, и для нас, например, ходить в обуви по дому из ряда вон выходящие. У нас в магазин приходят люди в тапочках и в пижамах. Сейчас уже более-менее, сейчас уже в пижамах не ходят, но в тапочках ходят. И они с этими тапочками пойдут к себе домой. Это для меня тоже очень удивительно. Тем более сейчас, когда нужно обязательно вести такой стерильный образ жизни, вытирать эти дверные ручки, стараться избегать всего-всего, чтобы не заразиться ничем. Даже если вы не верите ни в какие вирусы, то все равно, мне кажется, мыть руки, мыть дверные ручки, протирать. Может, не каждый день, раз в неделю, как я это делала раньше. Теперь я это делаю каждый день, иногда даже по два раза. Ключи там, допустим, я считаю, ключи там вообще очень грязные. Телефон, приходя домой, я обязательно протираю телефон. Я никогда не кладу телефон на стол, как многие тоже это делают. Ну, не знаю, вот такие привычки, мне кажется, должны быть привиты всем. И это, наверное, нужно прививать с детства. Мне это привила мама, поэтому для меня это очень удивительно, что здесь, во Франции, этого не придерживаются. И у них очень часто в доме бардак. Я, опять же, не хочу никого обидеть. Если кто-то меня смотрит замужем за французом, и вы скажете, нет, мой муж не такой, я очень рада, что он не такой. Но в тех французских семьях, где я была в гостях, для них это нормально. Даже когда вы пригласили кого-то в гости, и у вас там что-то где-то валяется. Те же там постиранные вещи, допустим, просто сняли и бросили на стул, и потом вы с ними разберетесь. Но в данный момент, когда пришли гости, они у вас валяются. Или там просто грязные полы, или грязная посуда. Или там когда-то мы жили в Марселе на квартире, и мой муж помогал диван новый занести к соседям наверх, на верхний этаж. Они нас потом как бы в благодарность пригласили отблагодарить кофем и пирожным. Так вот, я там боялась дотронуться до чего-либо, потому что, во-первых, грязно во всем. Это профессора. Они преподают один в университете, а один, по-моему, в колледже. Они учителя, понимаете, это интеллигенция. Но для меня это всегда была интеллигенция. Моя бабушка была преподавателем, и я считаю, что это люди интеллигенты. Ну, это по моему мнению, может, кто-то так и не считает. И поэтому для меня было очень удивительно, насколько у них все неряшливо. Я не скажу, что там все грязью обросло, но неряшливо. Причем очень много вот этой мебели, которую они у них выбрасывают. Она там поломанная стоит, этот стул, они его там где-то подперли, что-нибудь там с ним сделали, приставили к стенке, и он там и стоит. Но на него садиться нельзя, потому что он развалится. На него можно только там вещи накидать какие-нибудь. Что они и делают успешно. И они нам подали на стол кофейник, такой, знаете, где... Ну, пресс, такой французский пресс называется. И он такой грязный был. Мне было просто противно. Я ничего не стала пить, ничего не стала есть. И точно так у меня есть очень знакомые, богатые люди, французы. У них приходит женщина убирать три раза в неделю. И они вот, допустим, вот сегодня она пришла, сегодня они не ходят в дом обутые, там разуваются. Допустим, завтра уже все, они уже в доме обутые, у них уже собака там в дом заходит, хотя у них двор огромный. Ну, вот такие вот, знаете, в машину они могут... В машине, боже, что делается у французов в машине, я не знаю. Сколько я не встречала, всегда это ужасно грязные машины. Прям вот кушал что-нибудь, упаковочку смял и бросил рядышком. Бутылки пустые, салфетки и так далее. Такого, как у французов беспорядка в машине, я не видела никогда в Украине, ни у одного своего знакомого. Поэтому для меня французы, я обобщу, но в общей сложности грязнули. Мне кажется, поэтому и соседи итальянцы, не знаю, не буду утверждать, мне кажется, такие же. И вообще европейцы, мне кажется, они такие, и поэтому здесь вирусы очень-очень сильно распространяются. И опять же, такая болезнь во Франции, я не знаю, ни в России, ни в Украине. Это гастро, это гастро, как-то там, не знаю, называется, но это болезнь грязных рук, понимаете. Они потом здесь вырывают все, дети этим гастро болеют все. Они вырывают, сидят в туалете часами, лечатся Кока-Колой. И вот это вот, ну, описывает для меня французскую нацию, гастро. Поэтому, кто со мной не согласен, обязательно напишите. Кто разделяет мое мнение, тоже напишите. Мне очень интересно читать ваши отзывы. Даже если это конструктивная критика, я очень люблю. Но не просто, знаете, вот это вот написать, как мне написали на предыдущем видео, вакцины нет, не ври, хотя о вакцине не шла речь, или там пустобольство, или я засну, столько болтаешь. Да не смотрите, ради бога, проходите мимо, если вам не нравится. На ютубе сейчас такое количество блогеров. Пожалуйста, выбирайте того, где не скучно, где правда, как вы считаете. Хотя я никогда не скрываю никаких фактов, которые правда реально присутствуют. Я могу что-то не сказать, но не соврать. Поэтому, ну уж извините, меня называть вруньей, это некрасиво. А критика, конечно, я только приветствую. От этого мы все становимся лучше, и, ну, кто принимает это правильно. И я вам всем желаю быть здоровыми, соблюдать правила гигиены. Пожалуйста, не превращайтесь во французских грязнуль. И обязательно оставайтесь на позитиве. От этого очень много зависит даже ваше здоровье. Всем пока, до новых встреч, подписывайтесь на мой канал. Субтитры сделал DimaTorzok